Теннис Чемпионами страны среди смешанных пар по настольному теннису стал дуэт Фадеева-Скачков. Сплав опыта и молодости. Последние три игры такие все. Соперники равные. То есть нужно было просто переиграть их. Конечно сложно. Выиграть золото всегда тяжело. То есть два года назад мы играли, были третьим чемпионатом. И хотелось конечно большего. И в этом году нам удалось реализовать все, что мы умеем. Я надеюсь в следующем году мы постараемся удержать звание всегда тяжелее. Поэтому дай бог, чтобы были силы. Будем стараться одним словом. Женские пары в полуфинале показали непримиримую борьбу. Тем не менее в финал пробились прошлогодние чемпионы и вице-чемпионы национального дерби. Пара Прохорова-Воронова и Блажко-Сабитова. Именно с ними мы играли в прошлом году. Проиграли в очень тяжелой борьбе 3-2. Но мы надеемся, что завтра все сложится. В обратную сторону. Да, в обратную сторону. В другую сторону медали. С Аней мы морально больше. Нам сложно было, потому что уже соревнования длятся долго. А по игре мы достаточно долго выступаем вместе. Сыгранная пара. То есть ничего для нас не новое. Соперники тоже мы встречались с ними на других соревнованиях. Я думаю, что наша задача первая была – это именно морально как-то настроиться, потерпеть, выдержать определенную тактику. Вот, в общем-то, что мы и сделали. С мужскими дублями сенсаций тоже на чемпионате страны не случилось. Титулованные спортсмены, чемпионы и призеры международных соревнований и первые номера сборной страны уверенно пробились в финальную часть турнира. Это пары Смирнов-Скачков и Лакеев-Буров. В личном первенстве мужчины разбирались в четвертьфинальных поединках. Здесь удача улыбнулась, опять же, лидерам чемпионата. Вячеславу Бурову, Алексею Левенцову, Григорию Власову и мировой звезде настольного тенниса Алексею Смирнову. Ничего легкого не бывает просто. Бойма была просто. Просто я удача не сыграл, чем у нас. Сложная игра в любом случае, да. Мы с Федей уже играем в сборной очень давно, поэтому знаем друг друга уже много лет и все наши сильные и слабые стороны. Иначе не могло быть всегда тяжелый матч, поэтому и зрелищный, я бы даже сказал. Очень интересная игра была. Ну, сегодня немножко удачи была больше, наверное, на моей стороне. Если мужчины выигрывали своих соперников с явным преимуществом, то женщины интриговали специалистов и зрителей до последней подачи. Так Яна Носкова вела в матче с Анастасией Вороновой 3-0 по партиям. И оставалось выиграть еще один сет, и она в полуфинале. Но Вороновой не думала сдаваться. Анастасия довела игру до седьмой решающей партии. Когда я повелась со счетом 3-0-10-7, я думала, что больше сранцев я уже выиграла. И, наверное, я немного поспешила, потому что очень хотела выиграть и поспешила. А учитывая, что моя соперница была очень опытная спортсменка, с которой я много раз играла, она, можно сказать, прочувствовала и поняла, что у нее есть шансы бороться. И поэтому все остальные две партии у нас сложились тоже на балансах. И в последнем сете я выиграла всего в два очка. Это очень тяжело. Интересно прошла игра и между Юлией Прохоровой, и Полиной Михайловой. От сета к сету счет на табло менялся то в одну, то в другую сторону. И, опять же, судьбу полуфинала решила седьмая партия. Если бы я знала, с чем связана драматичность, я, наверное, ее бы исправила как-то заранее. В седьмом сами все видели. 2-5, 8-5 она вела. И вот такой драматичный конец. Мне уже повезло. Я повесила сетку, край, когда больше было. Ну, не знаю. Видимо, сегодня на моей стороне. Удачи. В женском одиночном разряде после отборочных соревнований в полуфинале чемпионата страны оказались три москвички. Юлия Прохорова, Ольга Баранова и Анна Тихомирова. Стало очевидным, что одна из них точно будет играть за чемпионский титул. Хочется всегда намного большего. Хотя здесь и так Москва делает все, что можно. То есть в этом году девочки просто молодцы. Все встречи равные. Кто, мне кажется, психологически с собой сволодает, тот и выиграет. Сейчас все борются за право попасть в сборную страны. Поэтому личные встречи, личная дружба ничего не решает. Все будут бороться по полной программе.